Реформа децентрализации предлагает органам местного самоуправления распоряжаться деньгами на местах. Мэрии получат необходимые полномочия и ресурсы. Будет введена ответственность органам местного самоуправления перед избирателями за эффективность своей работы, а перед государством за законность. Самое главное, чтобы местная громада, местное самоуроводование не только зарабатывало деньги, а научилось их правильно вытрачать. И тут же выступает другая роль местного самоуроводования, это ответственность перед громадой. И громада должна это понимать, что когда они выбирают тех или других местных представителей своей громады, то они должны нести в том числе ответственность за то, куда они эти деньги, которые зарабатывает громада, вытрачают. Депутаты рассказали про перспективы для жителей маленьких сел. Реформа даст возможность присоединиться к большим населенным пунктам и создать новые рабочие места. У нас село уже знищено фактически. И, наоборот, реформа децентрализации, вона зробит те, что те, соответственно, те, соответственно, териториальные объемы, которые более сильные экономично, ну, есть, так сказать, что есть, какие-то есть районы, селища міського типа, которые, фактически, там весь бизнес находится, чтобы они до себя приедали, но те, которые не имеют возможности створить рабочие места, дать возможность людям заработать и бизнесу, и снимать для того, чтобы спольно, разом створить эти рабочие места и развивать соответствующую территорию. Радикалы поддержат новый закон, но президенту нужно внести в него поправки, чтобы глава каждого региона отвечал перед громадой, а не только перед гарантом. Необходимо, чтобы губернаторы и мэры понимали, в случае повышения полномочий, ответ держать придется и перед административным судом, и перед прокуратурой. С одной стороны, вместо децентрализации в регионах появятся царьки с полномочиями и без обязательств перед народом. Мы напоминаем, что процесс децентрализации уже начался. На законодательном уровне был принят ряд изменений, в том числе в бюджетный и налоговый кодексы, что позволило местному самоуправлению получать необходимые средства и соответствующие ресурсы.